Праздник белорусских кинематографистов Праздник белорусских кинематографистов Мелкая пластика, часы и многое другое Под прозрачным слоем глазури можно узнать героев сказок, образы людей и животных Настоящий фарфор белый благороден, к тому же практически не стареет Не первый век он является изысканным украшением интерьера И создает атмосферу красоты и уюта в домах Выставка «Белый как снег» закрывает серию юбилейного проекта Коллекции музея к столетию музея После экспозиции отправляемся на новогоднее представление Водить хороводы и заряжаться праздничным настроением А сказки все реальны, реальны чудеса И если б каждый сказку в дом к себе впустил Добрее стал бы весь наш мир Нереальная сказка или Новый год в лайклавии Премьеру новогодней сказки представили в областном драматическом театре По сюжету пьесы Андрея Шедловского обыкновенные школьники Тима и Алена Волшебным образом переносятся из музея в сказочную страну Лайклавию Здесь им предстоит встретиться с недобрым волшебником Коварной черной кошкой, влюбленной колдуней и совсем не страшными троллями Ребятам нужно проявить находчивость и смекалку И поверить, что волшебство легко можно найти и в повседневной жизни Продолжится череда новогодних представлений И на следующей неделе, 25, 28 и 29 декабря Зрители ждут в областном общественно-культурном центре Там пройдет праздничное шоу «Ну, Дед Мороз, погоди» Рождественский концерт фортепианной музыки Пройдет в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей 26 декабря здесь выступит заслуженная артистка Беларуси Пианистка Ирина Шумилина Образцовый театр «Радость» приглашает детей и их родителей На спектакль «Сказку», «Лев, колдунья» и «Платяной шкаф» Попасть в чудесную Нарнию можно будет 26 и 27 декабря В городском центре культуры Здесь же пройдут танцевальный рождественский вечер И программа с верой, надеждой, любовью Самыми интересными культурными событиями региона Вас знакомили Анна Корольчук и Игорь Морищенко Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели» Субтитры создавал DimaTorzok